Всем привет! Это программа Ревью, и мы начинаем. Как развести богатенькую красотку? В Алматы прошла премьера новой комедии. Битва Титанов. Пять гиперкаров планеты сразились за чемпионство на гоночном треке. Вот так встреча! Игроки Кайрата пригласили болельщиков в спортивный паб. Церемония прошла, а образы остались. Зрители Ревью выбрали самый лучший наряд American Music Awards. Сюрприз для зрителей. Ревью дарит билеты на шоу Comedy Woman в Алматы. В Алматы состоялась премьера новой комедии Нуртаса Адамбаева «Побег из аула. Операция Махаббат». Собрались на нее не только актеры, но и множество других звезд. После показа картины им было что сказать в адрес героев. Алуа Канарова сразу заявила, Макс Акбаров в роли мажора ее не покорил. В кинотеатре собралась вся звездная тусовка. Братва из аула и остальные герои картины все в сборе. «Операция Махаббат» — второй полноценный фильм, в котором Нуртас Адамбаев выступил не только в роли актера, но и режиссера, продюсера и сценариста. Каких-то 18 дней и комедия готова. В процессе съемок мы понимаем, что непривычно нам уходить, когда еще светло со съемки. Я говорю, ой, ты что столько времени есть, давайте лучше доснимем. Оружан там ходила, жаловалась, да, как так можно 16 часов снимать. Она вообще не подготовлена к таким условиям. Клиниться в этот ритм очень сложно. И очень сложно, будучи девушкой, не высыпаться, не доедать и так далее, при этом выглядеть хорошо, сниматься каждый день по 16 часов и светиться счастьем. Это вот в этом сложность. По словам актрисы, с другими режиссерами можно позволить себе отснять десяток дублей. Но с Нуртасом такие штучки не проходят. Две, максимум три попытки. Ну а первыми посмотрели побег звезды кино и шоу-бизнеса. Мне было очень смешно. Даже не просто. Я под большими впечатлениями. Действительно, аферисты бывают разные. И за своей мечтой люди тоже гонятся разными путями. В основном публика была в восторге. Фильм смешной и очень жизненный. Но актеры вообще огонь. Ну кроме Макса Акбарова, честно признаюсь. Я ему не поверила как актер. На фоне всех остальных он, конечно, так несколько был. Ну скажем, не в лучшем, скажем, своем. Он по идее талантливый такой товарищ. Но в этом фильме, наверное, он как бы не нашелся в себя. Нуртас мне говорит, у тебя такая роль там, ничего делать не надо. Все спокойно, ты там мажор, ходишь, кайфуешь. Не учли только, что мажора нужно тоже уметь сыграть. Ну а Нуртас помимо положительных откликов о фильме получил и признание профессионалов индустрии кино. Парень, который снял первый свой фильм на бюджет 300 тысяч долларов и собрал в прокате 2,3 миллиона. Я думаю, только этот факт заслуживает того, чтобы его уважали как специалиста, как профессионала. В планах у Адамбаева не продолжать коммерчески выгодные эпопеи про Килинок и парней из Аула. В следующем году он намерен снять два абсолютно новых фильма. Один из них будет серьезным и даже местами тяжелым творением. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов, Новости Ревю. Игроки футбольного клуба «Кайрат» пригласили своих болельщиков в паб. Такую неформальную встречу организовали специально для фанатов, чтобы обсудить прошедший матч, раздать автографы и лично пожать руку всем. Кто останется в основном составе и почему у Вайса душа болит, смотрите в следующем сюжете. С тобой вместе мы всегда! Болельщики «Кайрата» не могут нарадоваться победе своей команды. Фирменные кричалки звучали на весь спортпаб, где назначили главную встречу этого года. Счастью, не было предела, когда полный состав «Кайрата» приветствовал своих фанатов. Пожать руку игрокам и взять автографы удалось всем. Однако главный тренер «Кайрата» был заметно подавлен. Владимир Вайс признался, что ему не до радости, ведь команда настраивалась только на победу в этом сезоне. Мне все удалось довести до конца. Это прежде всего в чемпионате. То, что мы выиграли кубок, это отлично. Но мы хотели сделать чемпионство в клубе за последние три года. Был большой прогресс, к сожалению. Мы не добились чемпионства. Лучший бомбардир команды «Жерар Гоу» тоже сожалеет, что не вырвали победу у соперников. Но команда болельщиков его очень впечатляет. Мы не стали чемпионами. Мы не взяли первое место, и это наша ошибка. Но мы обещаем, что следующий сезон будет наш. Но зато у других команд нет столько болельщиков, сколько у нас. Сезон был тяжелый. Это не оправдание. Это футбол. Кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Самые преданные болельщики говорили спасибо своей команде. И в любом случае они обеспечат игрокам самую мощную поддержку. Моя любимая команда «Алматинский Кайрат» выиграла кубок. Я очень счастлив. Я благодарен всем футболистам, что они добились такого результата. Игроки и болельщики еще долго обсуждали прошедшие сезоны планы команды. Судя по всему, теперь у Кайрата особого выбора нет. Ради фанатов придется быть лучшими. Яна Пучкова и Никита Хасанов. Новости ревю. Пять главных гиперкаров планеты устроили настоящую битву титанов. Суперсильные тачки соревновались за звание чемпиона. Калифорнийский гоночный трек был раскален до предела. Именитые авто не жалели ни поршней, ни резины. В сравнительной гонке за чемпионство сразились McLaren, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder, Fagani Wire и Bugatti Viron Super Sport. Гиперкарам пришлось выжимать все силы сначала на гоночном треке, а затем на драговой прямой. Самым суперсильным и быстрым оказался гибрид Porsche, который не знал поражения по прямой. Конечно, почти 900 лошадок подвезти не могут. Второе победное взял купе Ferrari, уступив лишь 0,02 секунды победителю. Третья позиция закрепилась за монстром из углепластика McLaren. И совсем печальные результаты показал Bugatti, имея в арсенале 1200 сил. Pagani Wire с 6-литровым твин-турбомотором оказался последним в списке. Автосалон в Лос-Анджелесе поклонникам трека представил болид Porsche Cayman GT4 Club Sport. Всего за 165 тысяч долларов клиент получит серьезного зверя из стали. Салон лишили всей роскоши, оставив железо, резину и пластик. Все по-мужски. Бунтарь имеет 385 лошадиных сил, однако за счет коробки с двумя сцеплениями любые гоночные баталии будут решены в его пользу. Боксер Флойд Мэйвезер завершил свою карьеру и решил уделить время сыну. Чтобы чадо не облизывалось на внушительную коллекцию гиперкаров отца, на 16-летие наследника Флойд преподнес скромный подарок в виде новенького Mercedes-Benz Z450 AMG. Учитывая, что в гараже боксера пыльется пара десятков Rolls-Royce и Bentley до Lamborghini Aventador, новенькие AMG расценивают как машинку для битья. Но что смогут эти авто против казахстанского гололеда? Жители Костаная, обнаружив обледенелые дороги, в срочном порядке переобулись на коньки. Встречайте новоиспеченный лайфхак. Яна Пучкова, новости ревю. В Алматы прошел осенний забег. И дети, и взрослые решились преодолеть сложную дистанцию в ботаническом саду. Ни грязь по колено, ни подозрительные датчики на треке не помешали бегунам дойти до финиша. Участие в забеге приняли 300 человек. Преодолевали дистанции в 2,15 километров. Вместе со взрослыми бежали и дети. К слову, это уже второй осенний марафон. В прошлом году участников было намного меньше при дистанции всего 10 километров. Чтобы участники не хитрили и не срезали расстояние, организаторы прибегли к помощи новых технологий. Мы используем электронную систему хронометража, то есть есть специальное оборудование, которое четко считывает время каждого участника. То есть у участника есть на стартовом номере, на обратной стороне, специальный чип, который передает сигнал на определенных точках. И мы за счет этого считываем время. На трассе разложены специальные маты. Это декодеры, которые ловят сигнал с чипа и фиксируют, что человек прошел через определенную точку. Но бегунам, по сути, было не до этого. Из-за дождя трасса стала иметь больше препятствий. Там было тяжело, как грязь. Там, наоборот, можно было делать 5 шагов, но там мы делали 10, даже по 15 шагов, потому что мы буксовали, как бы сказать. Первый круг был не так уж и сложный. Второй круг тоже. Самое тяжелое это было последние 3 километра. Кольска приходилось очень много думать тактически. Поэтому кто-то падал, поднимался, бежал дальше. Кстати, тактический подход помог бегуну прийти к финишу первым. Он пробежал 15 километров за 52 минуты. Хотя тут явно помогла не только тактика. Это постоянные тренировки, подготовка, какие-то длинные кроссы по 20 километров. Конкуренция очень серьезная. Всех ребят я знаю. Все уже бегали на соревнованиях вместе. Победители марафона ждали грамоты и медали. Все как положено. Золото, серебро и бронза. Другие участники тоже не остались без поощрения. Утешительная награда в виде деревянной медали, как бы говорила. Ничего, ты тоже красавчик. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов. Новости ревю. Ну а мы продолжаем. Приемный сын Джоли и Питта, 11-летний Пакс, будет обеспечивать себя сам. Звездная мама устроила ребенка на работу. Мол, хватит сидеть у родителей на шее. Как оказалось, мальчик занят на съемках новой картины от Джолины Джоли под названием «Сначала они убили моего отца». Пакс фотографирует съемочный процесс. Неизвестно, видит ли это занятие сын Джоли своей будущей профессией, но сама мама довольна. Лишь бы дети по улицам не слонялись. Тем временем, отец семейства Брэд Питт в компании с Райаном Гослингом и Стивом Карллом представили в Нью-Йорке новый фильм «Игра на понижение». Картина рассказывает о денежных махинациях в США и причинах финансового кризиса 2008 года. Этот фильм помог понять мне, что происходило в этот сложный для всех период, когда сотни тысяч людей потеряли свои дома, сбережения, пенсии. Зрители смогут понять суть того кризиса, чтобы это не повторилось в будущем. А Дженнифер Энистон все еще не может отойти от фильма «Лазурный берег». Актриса уверена, что Джоли сняла ленту про ее развод с Питом. Ведь все трудности в браке, которые переживают герои картины, были и у них. Супруги не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем. Напряжение в паре растет, и они пытаются спасти брак путешествием. Анжелина слухи вокруг собственной работы никак не комментирует. А 54-летний Джулиане Мур не до интриг. Рыжеволосая бестия снялась в модной фотосессии для журнала Town & Country и покорила всех своим внешним видом. Для своего возраста актриса выглядит очень даже неплохо. Группа «Виагра» тоже радует глаз. Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова в платьях с глубоким декольте без стеснения демонстрировали пышные формы на вручение музыкальной премии «Золотой граммофон». Солисток подозревают в недавней пластике, ведь всего пару лет назад девушки имели бюсты поскромнее. Лемара Удасова, Мария Кузнецова, Ревью. American Music Awards, как и другие премии, интересны не только как шоу, но и как модная площадка. Чего стоит только переодевание Дженнифер Лопес. За время церемонии она сменила 8 нарядов. Сегодня на нашей страничке в Инстаграме подписчики целый день выбрали самые удачные наряды. На последней строчке оказалась модель Джиджи Хадид, набрав всего 583 ваших лайка. Девушка появилась на церемонии в белом топе юбки от Бао Транчи. Наряд вошел одновременно в списки лучших и худших образов премии. Джиджи привлекла внимание не только луком, но и прической. На AMA 2015 модель впервые выгулила свою новую стрижку Боб, слегка зачасав волосы назад. Ники Минаж на сей раз решила оголиться по минимуму. По крайней мере, глубокий вырез в зоне декольте и открытая спина для нее – это цветочки. 640 лайков заработали обтянутые габариты певицы. Сиара появилась на церемонии в платье от ливанского дизайнера Рим Акро. Образ получился роскошным. На лайк нажали почти 700 пользователей. А все потому, что это нетипичное голое платье, которое частенько портит модниц. Для такого смелого выхода певице не потребовалось даже особого повода, а точнее номинации. Дженнифер Лопес переодевалась во время церемонии 8 раз. Каждый из образов певицы заслуживает рассмотрения, но один получился особенно удачным. В желтом кабинезоне Зухар Мурат из коллекции «Осень-зима-2016» певица выглядела по-весеннему свежо. 835 отметок нравится и второе место в нашей подборке. Селена Гомес предпочла платье миди винного цвета от Givenchy. Спереди все лаконично и сдержанно, но вид сзади говорит обратное. Образ понравился не всем фэшн-критикам, зато вы оценили его больше всего. 843 лайка и почетное первое место. Чувствуете, как мозг становится все ленивее? Он устал от ежедневных однотипных и привычных задач? Новая игрушка на вашем смартфоне поможет не только скоротать время, но и размять извилины. Механика игры Орф проста, но только на первый взгляд. Вам нужно загнать шарики в соответствующие области экрана, красную и синюю. Управлять надолиниями, которые не всегда пропускает шарик. Думаете легко? А вы дойдите до последнего уровня. А не хотите ли вы превратить свой смартфон в алкотестер? DrinkMate вам в помощь. Этот новый девайс поможет всем, кто сомневается, садится сегодня за руль или нет. В маленькой трубочке нет ни аккумулятора, ни экрана, ни принтера для распечатки результатов. Все эти функции берет на себя смартфон. Приобрести прибор можно в интернет-магазинах. В США придумали не менее полезную штуку. Змееподобный робот Lineform Snakebot. Робот внешне очень забавен и похож на детскую игрушку. Но на самом деле вмещает в себя множество универсальных устройств. Если поднести его кухон, превращается в мобильный телефон, а вот так в настольную лампу. Также робот может быть компьютерной мышкой, USB-кабелем и смарт-линейкой. А поиграть можно вот с таким четвероногим другом. Здесь же в США представили нового робота-собаку по кличке Chip. Щенок может бегать, когда никого нет дома, самостоятельно заряжаться от док-станции и радоваться, когда хозяева возвращаются. Через Bluetooth гаджет подключается к смарт-браслетам, с помощью которых можно давать собаке команды или отслеживать ее местонахождение. Самый натуральный льготный наезд шокировал пассажирку. Студентка по-честному хотела оплатить за проезд электронной карточкой. Однако нарвалась на группы с кондуктора. Скандала было не избежать. Когда новая система оплаты проезда в Алматы заработает в полную силу и куда определят контролеров, смотрите прямо сейчас. Неожиданный поток агрессии ощутила на себе студентка, которая хотела оплатить проезд в автобусе электронной карточкой. Кондуктор начала требовать у девушки наличку, да и безбранных слов не обошлось. Я не выйду. Выходите. Я не выйду. Тогда взятие оплатите здесь, выходите, девушка. Выходите. Выходите. Ставьте сайт ему. Барамурлор, барам. Я вас записываю, я сейчас поеду. Давайте сразу. Этот случай уже рассматривают стражи порядка. Ведь если вводят в систему электронной оплаты проезда, то и соблюдать правила придется всем. Вопрос, когда? Окончательный переход на электронное билетирование состоится 11 января 2016 года. До конца декабря месяца будут действовать бумажные проездные билеты. 11 января 2016 года будет прекращен прием наличных средств. Выдача электронных карт идет полным ходом. После Нового года даже в метро оплатить придется картой. За нарушение принятого порядка будут наказывать весомыми штрафами. Если не оплатил, то до Нового года мы пока никаких мер не предпринимаем. С момента ввода 100% оплаты через карту «Онайт» мы будем принимать административные меры. Новая система надеется покончить с зайцами в общественном транспорте и практически устранить поборы в карманы кондукторов. В общем, у контролеров мало шансов остаться на плаву. Если люди годами воровали, я их контролирую в свою службу, не допышу. Пустите другую работу. Представители системы надеются на поддержку самих граждан, ведь новое не всегда плохое. Да и поступление в бюджет с исчезновением платы в руки водителю значительно увеличится. Яна Пучкова, Ерлан Абдуалиев, новости ревю. «Мама, смотри, олень!» – кричали алматинские дети возле одной из самых оживленных дорог города. Как ни странно, малышня имела в виду настоящих животных. В южной столице торжественно зажгли новогоднюю елку. Не главную, конечно, но праздник по этому поводу закатили мощный. Даже живых оленей привезли. Рождественские Рудольфы, конечно, были не такие, как их привыкли представлять. Большие величественные рога, праздничные аксессуары. Двух оленей посадили в клетки без каких-либо новогодних атрибутов. Но народ все равно радовался, делал фото и привлекал внимание животных. Благо, парад Санта-Клаусов был похож на что-то сказочное. Помимо перформанса от Дедов Морозов и живых, но очень грустных оленей, возле елки предлагали покататься на пони, обняться или сделать фото с северными медведями и посмотреть огненное шоу. Ну а гвоздем программы было, конечно же, зажжение новогодней елки. Три, два, один, запускай! Зажег ее Мурат Мутурганов, который тут же почувствовал – праздник идет. Вот до сегодняшнего момента я не ощущал, а вот теперь ощущаю вот эти вот красивые огоньки, настроение, елка загорелась. Так что теперь я ощущаю, что скоро-скоро наступит наш любимый Новый год. После заряда новогодним настроением Мурат задумался о подготовке к празднику и выборе подарков. Наверняка не он один. Виолетта Тельманова, Ганик Алуов. Новости ревью. Пришло время перейти к вкусненькому. Самые популярные женщины юмора едут в Алматы. Надежда Ангарская, Екатерина Варнава, Наденька Сысоева. Вы знаете эти имена? Хотите встретиться с барышнями и посмеяться от души? Ревью дарит вам такую возможность. Эти дамы в представлении не нуждаются. Самые смешные женщины. Камеди Вумен приезжают в Алматы. Что, тебя нормального водителя вызвать? Или поедешь с тупорылой овцой за рулем? Конечно, поеду. А, то есть я овца. А ты эту и многие другие миниатюры команда Натальи Андреевны планируют показать в Южной столице. Слушайте и запоминайте. 26 ноября. Дворец Республики. Начало в 19.00. Они приедут в полном составе и обещают наполнить ваш вечер взрывным юмором и позитивным настроем. Хочешь посмеяться от души и на время забыть обо всех проблемах? Мы подарим такую возможность. Слушай вопрос. В каком году появилось женское юмористическое шоу «Камеди Вумен»? 244 88 33. Мы уверены, любители юмора уже набирают этот номер. Не отставай и ты. Желаем удачи. Это была программа «Ревю». Смотрите нас по будням 2020. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил бутик «Гусевы».